Приветствую вас, мои любимые, на нарративном раскладе. Сегодня у нас такой юбилейный торжественный выпуск 400-й. Начала я публиковать общие расклады 1 сентября. Ну, то есть, расклады-то я давно делаю, но вот публиковать решила именно в сентябре 23-го года. Ну и поэтому я очень рада, что мы с вами нашлись и продолжаем встречаться на этом канале. Размышлять, рефлексировать, как-то что-то пытаться переосмыслить про свою жизнь. И как-то так все переустроить, как было бы более комфортно, более радостно, более позитивно, более плодотворно. Спасибо вам огромное, друзья, что вы здесь. И спасибо вам огромное за очень вкусный кофе, который вы мне обеспечиваете, присылая донаты. Огромное вам спасибо. Кофе очень люблю. Ну вот если выбирать между чаем и кофе, то, конечно, кофе именно сейчас. Да, разные периоды были. Особенно, когда жарко на улице, люблю фарбуччино вкусный. Спасибо вам огромное за поддержку канала. Сегодня мы с вами посмотрим тему, кто тайно о тебе мечтает. Ну и мы с вами возьмем три карты, кто бы это мог быть. Можно посмотреть, выбрав одну позицию, можно посмотреть все три, и кого-то узнать, и над чем-то задуматься. Итак, кто тайно о тебе мечтает? Итак, это первый возможный персонаж, это второй, и это третий. Итак, раз, два, три, ну или смотрим по порядку. Итак, кто о тебе тайно мечтает? Знаете, что это за человек? Это человек, который внешне ведет себя не то чтобы даже нейтрально, я бы даже сказала, индифферентно. Это человек, который подчеркнуто, спокойно с вами общается. Общение может проходить на какой-то деловой почве, или вы с этим человеком довольно часто встречаетесь в какой-то такой бытовой повседневности. Ну, вплоть до того, что да, это может быть даже какой-то работник общепита, клуба. В общем, это человек, который с вами так или иначе общается, при этом внешне сохраняет полнейшее спокойствие, и вообще ни один мускул на его лице не дрогнет, когда вы с ним вступаете в какое-то взаимодействие и коммуникацию. То есть, давайте так скажем, это человек, который о вас фантазирует и мечтает, но всячески это скрывает, и остается в полном спокойствии, когда вы с ним общаетесь. Давайте чуть-чуть с вами еще добавим информацию. Вообще, что с этим человеком вас может связывать, а потом посмотрим, о чем мечтает. Какая-то еще информация о вашей коммуникации с этим человеком. Как его можно узнать? Слушайте, ну точно, да, это человек, с которым вы недавно были вместе на каком-то торжестве, корпоративе, может быть, была какая-то встреча у друзей в большой компании. Это человек, который знает толк в удовольствиях. Кстати говоря, может быть, он в какой-то ивент-сфере занят, да, и занимается каким-то досугом и развлечением. И это человек, может быть, который, вы знаете, приехал из каких-то других мест. То есть, это человек в вашем городе, например, приезжий. Или это человек, который специально приехал, ну не знаю, открыть какую-то франшизу, ну именно в сфере развлечений, допустим. Ну или просто человек, который приехал издалека. То есть, вы с ним общались в какой-то обстановке праздника, торжества, веселья, расслабления. В общем, было как-то очень хорошо. И вот как-то на этой почве, видя вас, вероятно, в этой обстановке расслабленности, человек как-то на вашу тему очень замечтался. Ну теперь давайте спросим. О чем мечтает тайна, да, чего хотел бы, может быть, что чувствует к вам. Вот все, что скрыто. Пусть вселенная, коллективная, бессознательная, высший разум нам приоткроет завесу тайны. Когда думает о вас, о чем мечтает? Смотрите, человек, вероятно, недавно вышел из каких-то отношений, да, пришлось ему как-то вот очень непросто выбираться из какой-то сложной, запутанной ситуации его жизни. Вот, может быть, это было связано как-то с его семьей, или с разрушением его семьи. Но этот человек, имея природную пылкость, да, он как будто бы не может без отношений. Он не может быть вне семьи. Поэтому почему-то в вас он видит такую вот замечательную кандидатуру для того, чтобы вы ему, ну, давайте так скажем, эту брешь восполнили. В нем очень много страсти. Ну, это, кстати говоря, может быть, представитель огненной стихии, хотя мы к астрологии не привязываемся. И это человек, который, отказавшись в своей жизни от чего-то важного, да, ну, это была практически какая-то несущая конструкция, да, то, что определяло его семью, его основу, придавало ему какой-то уверенности по десятке пентаклей. И вот сейчас ему кажется, что вы именно тот замечательный, идеальный, оптимальный кандидат для того, чтобы вернуть в его жизнь состояние какой-то вот основательности, уверенности и опоры. При этом очень много страсти. Человек, скрывая вот к вам свое влечение, при этом внутри трепещет, да, и будьте уверены, его жезл горит. Вторая история. Кто тайно о тебе мечтает? Это человек, с которым вы уже когда-то были в отношениях, и вам было очень хорошо. Этот человек до сих пор надеется, что ваша история все еще возможна. Причем, поскольку расклад общий, это может быть вполне такие сложившиеся отношения, то есть у вас все в порядке, и вы с этим человеком вынужденно иногда расстаетесь, и когда он находится вдалеке от вас, он мечтает, фантазирует, достраивает в своей голове, что будет между вами дальше. В общем, там, в его, в этих фантазиях, он уже с вами абсолютно счастлив. У вас есть дом, у вас есть семья, у вас, возможно, есть дети. Вот. И мне подсказывают из потока, да, это такой редкий мужчина, который даже свадьбу себе тоже представляет. Давайте чуть-чуть подраскроем этот вариант. Что за ситуация вашего общения? Как еще вы можете узнать, о ком идет речь? Что между вами сейчас происходит? Между вами произошло недавно легкое недопонимание, да, то есть была какая-то, ну, такая, ссора, выяснение отношений, может быть, такая легкая перебранка, да, с использованием очень таких острых, колких, ранящих в самое сердце аргументов. И в результате сейчас какая история, да? Вы, каждый, защищаете свой комфорт, свою выстроенную жизнь по девятке пентаклей, и очень не хотите, чтобы в вашу жизнь вторгались какие-то внешние обстоятельства. И вот парадокс в том заключается, что даже самый вот этот любимый, обожаемый вами партнер, да, которым вы увлечены, тоже в каком-то смысле представляет угрозу тому сложившемуся укладу жизни, который у вас уже есть. Смотрите, скорее всего, это отношение не на начальной стадии, это уже прошедший давно, да, конфетно-букетный период, потому что сейчас уже такая стадия взаимоотношений, когда вы с человеком ближе знакомитесь, и у вас какие-то диалоги и разговоры более сущностные, более глубокие. То есть это не история какой-то, знаете, такой одурманенности, очарованности, когда в самом начале, вот люди общаются исключительно на окситоцине, на гармонии, да, они вообще не видят недостатков. Они все, что видят хорошее, гипертрофируют, преувеличивают. Вот, то есть там очень мало объективности. Ее всегда мало, но там еще под воздействием гормонов кажется, что вообще это какой-то человек идеальный, непогрешимый и самый лучший на земле. Сейчас вы уже все-таки дошли до каких-то разговоров по существу, и вот здесь уже какие-то возникают разногласия. Тем не менее, этот человек, сохраняя к вам любовь, я бы даже сказала, не влюбленность, а любовь, очень часто о вас тайно мечтает. О чем же он там мечтает? Может быть, после вот этого как раз недопонимания, что-то он там переосознал, переосмыслил, и сейчас с помощью расклада хочет до вас донести. О чем мечтает? Слушайте, ну, этот человек настроен крайне решительно. Маг, восьмерка жезлов и карта мир. То есть это человек, которому очень некомфортно находиться в состоянии вот этой так называемой доброй ссоры, то есть ему лучше плохой мир, и он сделает все в кратчайшие сроки для того, чтобы вы с ним помирились, и вы снова с ним общались на какой-то доброй волне, на какой-то позитивной ноте. И действовать будет он, и предпринимать шаги будет он. И вообще он как-то в отношениях хочет, по крайней мере, мечтает об этом, оставлять лидирующие позиции за собой. Тут, конечно, многое зависит от вас, насколько для вас это приемлемый вариант. Но будьте уверены, мечтает он о том, что вы вместе, вот как он и планировал, строите все эти дома, воспитываете детей, сажаете деревья. В общем, все, что в иделическую картину его представление о совместной жизни вписывается, он себе представляет. И он будет прикладывать реальные какие-то усилия для того, чтобы так случилось. И это не тот человек, который будет ждать у моря погоды. Он будет действовать сам в ближайшее время. Ну и третий вариант. Кто там у нас? Кто тайно о тебе мечтает? Это человек достаточно решительный. И еще с этим человеком могли быть отношения завершены. Завершены достаточно жестко, безапелляционно. Это, кстати говоря, может быть бывший ваш партнер, который когда-то, ну, по отношению к вам поступил достаточно холодно, да? Как будто бы отрицая чувства, не принимая во внимание того, что он может как-то вас ранить, задеть ваши эмоции. В общем, это человек, который в вашей жизни повел себя очень решительно, может быть, даже непредсказуемо. И вот давайте посмотрим, о чем же он теперь там мечтает. Для начала уточним, что между вами сейчас, как еще узнать этого человека. Что сейчас между вами происходит? Да, вполне однозначно. Бывший партнер, с которым был развод, было разрушение семейных отношений, было много скорби и печали. Я даже именно это слово употреблю, потому что были пролиты слезы. Была очень тяжелая такая ситуация, тяжелый период, где вам пришлось долго, мучительно, болезненно прощаться с какими-то иллюзиями, что не получилось, что не сложилось. И вот сейчас этот человек почему-то вдруг воспылал к вам вновь страстью и продолжает о вас мечтать. То есть это отношения, которые между вами однозначно завершены, закончены. По справедливости он может указывать даже на оформление документов по этому поводу. Ну давайте посмотрим, почему вдруг теперь он о вас вспоминает и мечтает. Почему вдруг его, ваша персона, стала притягивать вновь. Итак, о чем он мечтает тайно, думая о вас. Когда он тайно о вас мечтает и думает, он, знаете, на какие мысли наталкивается неизбежно? Он наталкивается на мысли о том, насколько ему одинок. А насколько много эмоционально, может быть и материально вполне себе, вы этому человеку давали? Насколько вы были по отношению к нему щедры? Да, и вот только сейчас на отдалении до этого человека вдруг дошло, что у него в принципе в жизни, может быть, кроме его работы, на которой он очень сконцентрирован, ничего больше нет. То есть вы для него были источником энергии, в каком-то смысле даже генерировали какие-то дополнительные смыслы. Что еще в этой жизни может быть такого? Что меня держит на плаву? Что меня воодушевляет? Что меня радует? То есть сейчас человек, ну я не знаю, сознательно или бессознательно, может быть, вынужден в результате этой ситуации ушел в такую аскезу, закрылся, и сейчас, в общем-то, его жизнь наполняет только его работа. Деньги, которые он зарабатывает и которые для него очень важны, радуют его в недостаточной степени. И, собственно говоря, поэтому очень часто он мысленно возвращается к тем временам, когда ваш дом совместный или то пространство, где вы жили, вот был полная чаша, там всего хватало. Там были, конечно, его любимые пентакли, но при этом там было ощущение его значимости, было ощущение того, насколько вы им дорожите, как вы его уважаете, как вы в нем заинтересованы, как вы его любите. То есть этого ему очень не хватает. Поэтому очень часто в тайне он мечтает о вас, вспоминает эти времена, ну и в каком-то смысле, конечно, по этому поводу достаточно сильно переживает. Ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему «Кто тайно о тебе мечтает?» Сегодня у нас торжественный юбилейный 400-й выпуск общего расклада на моем канале. Я благодарю вас, друзья, что вы нашлись, что вы здесь, что вы приходите, смотрите, комментируете. Я очень рада быть с вами на одной волне. Я благодарю вас за донаты, за оформление подписки, за лайки, за символическую чашечку кофе, да, я вам очень признательна. Спасибо, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый норративный расклад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.